Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 июня. У нас установилась хорошая погода солнечная. Но опять же, вот эти высокие температуры. Вчера было под 30. Рэмфу! Сегодня передали тоже 30 градусов. Приходится вставать очень рано. Сегодня встала полшестого, чтобы что-то можно было опрыскать, например, поработать, чтобы в обморок не падать. И сейчас больше всего работы у меня, конечно, в открытом грунте. Это уже, наверное, смешно, но я до сих пор еще высаживаю томаты в открытый грунт. Все, у меня еще не закончилась высадка, но уже остались самые-самые уголки, закоулки, где можно садить, а можно и не садить. Сейчас хочу поговорить о посынковании томатов именно в открытом грунте. Я же до этого все в теплицах, в теплицах показывала, как посынкую, как удаляю нижние листья, я как веду в два ствола, в один ствол. И вот если все агроприемы, вот, например, по выламыванию пасынков, там все одинаково, и также в один ствол, в два, вот этот лидирующий пасынок, у томатов ничего не меняется, в открытом грунте так же. Но в открытом грунте у нас немного другие ситуации, знаете, с чем возникают? Тут немного проще. Если я в теплице говорила, что я обязательно нижние до верхней... Вот она, Надюшка, пришла. Надюша, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Она птичек гоняет. Надюша, звезда Ютуба, отметилась. Как только я выхожу, начинаю говорить. Тут как тут... Такая красивая кошечка вырастает. Так, Надюша, не отвлекай. Если я там говорила, что обязательно нижние листья до развилки, до первой цветочной кисти, до первого лидирующая пасынка, я убираю из-за того, что нужно проветривание. В теплице закрытое вот это пространство, вот этот купол, он все равно меньше проветривается, чем здесь. Но теперь птицы не дадут говорить. Никаких условий для видеосъемок. То в открытом грунте у нас проще. Тут же постоянно ветерок, тут свежий воздух. И тут мы можем позволить томатам большее. То есть, не обязательно вот эти вот, например, у тех томатов, которые можно выращивать без посынкования. Вы же читаете иногда на пачках, наверное, что возможность выращивания без посынкования. Или написано, посынкование не обязательно. То есть, производитель отдает вам, ну как, принять решение, будете вы посынковать или не будете. Так вот, в открытом грунте эти томаты можно вообще не трогать. Я уже говорила, что их все эти делают прищипки, посынкование, удаление нижних листьев. Только те люди, которые хотят получить, ну побыстрее, пораньше урожай, удалить всех этих лишних нахлебников, чтобы все питание шло именно на созревание вот этой первой, второй, третьей кисти. Но тут не обязательно. Если в теплице я говорила, что там я хоть вот эти непосынкующиеся, вот эти детерминатные и Настенька, и Демидов, хоть индетерминатные, я все низ весь заголяю, чтобы вот так вот просматривалось и проветривалось, я показывала, что все должно быть голо. То здесь, смотрите, тут у меня ситуация другая. Тут уже вот эти вот низы у меня более густые, потому что здесь сама природа помогает мне, она немножко проветривает. Но потом, конечно, когда уже листья пожелтеют, скорежутся, вот старые, когда начнут засыхать, они же знаете, что с возрастом молодые нарастают, а вот те старички, они засыхают. Тогда я их, конечно, уберу. И вот в этом главное преимущество открытого грунта, что здесь более вольные у нас такие требования. Даже вот к этим, к индетерминатным томатам, если в теплице я низ у них обязательно заголяю, то здесь не обязательно. Про посынкование. Посынковать, конечно, индетерминатные обязательно, если вы решили один ствол. Ну, все люди по-разному ведут, кто-то в один ствол, кто-то в два ствола. И еще про открытый грунт я хочу сказать, что все вот это удаление лишних стволов, тут тоже более свободные у нас такие рекомендации. Те, которые детерминатные, низкорослые, тут вообще позволено и три ствола, и четыре, и пять. Если уж что говорить о стволах, если уж тут можно даже вообще выращивать по принципу посадил и забыл, чего невозможно в теплице. Вы же ни разу не слышали, например, от меня или от кого-то другого, что в теплице можно выращивать так томаты. Посадил и забыл. И пусть они там или лежат, валяются, или под вяжем вырастет сколько хочет, там мы обязательно их контролируем. Опять же, из-за того, чтобы было проветривание, чтобы хватало всем солнца. Ну, а тут-то солнца у нас всем же хватает, и проветривание здесь хорошее. Так что на улице можете посынковать, можете не посынковать. Можете оставить один ствол, но тут можно оставить и два ствола, и три ствола. Даже у крупноплодных, вот, например, приведу в пример любимый праздник. Он ведь крупноплодный, у него плоды вообще гиганты. Но даже его в открытом грунте можно оставить три ствола. Опять же, из-за чего? Потому что здесь позволяют условия выращивания, все это проветривается, все это. И тут завязываемость томатов тоже выше, потому что, опять же, тот же ветерок, все. И вот смотрите, совсем недавно, неделю назад, я вот на этом же месте снимала, еще были они какие-то, ну, такие хиленькие, желтоватые. Ситуация выправляется, немного огород приходит в себя. Навожу, конечно, уже и порядок, и все эти, почти все подвязаны по разу, кто-то уже подвязан по два раза. Это вот только начало июня, и у нас некоторые только начали, ну, тот, кто, так сказать, ну, осторожные огородники, они только начинают сейчас высаживать. Вот 10, 11, 12, до 15 июня начинают высаживать. И, конечно, глядя уже вот на этот зеленый, цветущий такой, пышущий огород, тут уже отпадает, когда спрашивали зимой меня, зачем так рано сеете, зачем так рано высаживаете, тут уже этот вопрос неуместен, ясно зачем, для того, чтобы вот в начале июня уже все цвело, уже все росло, чтобы хотя бы в июле кушать томаты, а не в сентябре. Для этого и начинается ранняя высадка, и все. Но я тему посынкования не буду отвлекаться в открытом грунте. Я потом все подробно расскажу, вот буду сейчас посынковать. Я сразу скажу, что первое посынкование я провожу одновременно с привязыванием томатов. Вот томаты иду, подвязываю сейчас колышком, и там, где посынки высунулись уже, я их сразу отщипываю. Это получается как одновременно. Если мы в теплице рассаду сначала высадим, потом она там дней 7-10, там полмесяца растет, потом уже появляются посынки, потому что мы высаживаем там более раннюю рассаду, то в открытый грунт у меня получается, что высадка рассады, она уже во взрослом состоянии, и я ее высаживаю некоторую, она уже с посынками. К некоторой подойдешь, там посынок вот такой толще пальца, который уже такой же, как мамочка, как материнский куст. И поэтому в открытом грунте, если вот, например, индотерминанты, с посынками нельзя запускать, они вытягивают много сил. Вот как только высадили, я вот высадила, начинаю подвязывать, где вот раньше подвязывала, где подвязываю, везде прищипываю. Все. Посынкование в открытом грунте идет по той же схеме. Также выламываем все пасынки, которые между основным стволом в пазухах листья и листом. Оставляем также один или два ствола. Все это формирование касается только тех томатов, которые вы будете вести и строго формировать. Но у меня в открытом грунте очень много вот таких вот полудиких, которых я почти не трогаю. Облегченный вариант. Вот эти сорта детроминантные. Все. Конкретно, как заламывать, какие листики убирать, будет, конечно, в отдельном видео. Но сейчас я вот просто вот общие сведения такие сказала, что здесь можно позволить больше, чем в теплице. Тут нам природа в помощь. Все эти ветры сквозняки. Большое количество солнца. Они, конечно, здесь мы имеем возможность более разреженно их посадить. Вот у меня, видите, здесь тоже такие большие дорожки. Между ними хорошее большое расстояние. Это все облегчает уход. Все, до свидания. Я сегодня буду весь день работать вот с подвязкой, с посынкованием. Постараюсь снять еще одно видео. Но, поверьте, днем так жарко. Не то, что вообще говорить неохота, язык не шевелится. Жара 30 градусов к нам пришла. И вот я только что рассказывала недавно, что люди пишут, у них аномальная жара. Теперь докатилась до нас. Все. Продолжение следует.